Большой город Ощущенный от влияния мегаполиса. Бурная жизнь столицы распространяется повсюду. К счастью, есть исключения. В 100 километрах южнее Москвы, на берегу Оки, осталось нетронутое место. Когда-то это был один из пяти участков Большого заповедника, а сегодня – единственный заповедник Московской области. Более 70 лет в Преокско-террасном заповеднике охраняют и изучают природу и ландшафты Южного Подмосковья. Нам удалось запечатлеть год из жизни заповедного леса и его обитателей. Но обо всем по порядку. С чего начинается весна? С первого прыжка белки или первой дроби дятла? Сверху. 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 Снег тает и лес пробуждается. Редактор субтитров А.Семкин Сначала от снега освобождаются поляны и опушки. Вот и первый гость с юга. Талые воды наполняют лес и устремляются к оке. Поток может разрушить плотину, но весна не пугает бобра, ведь паводок открывает доступ к новым источникам пищи. Талые воды наполняют лес. Талые воды наполняют все низины и озерца на юге заповедника. В это же время болота его северной части хранят последние островки снега и льда. Лес медленно оживает. Копытные, измученные зимним рационом и сильно исхудавшие, пасутся день и ночь. Копытные, измученные зимней зимней зимниц. Копытные зимень – пасут новинку. Копытные зимня зимы Nanょс. Копытные зимы 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 зимы. Копытные ускорождаются просты. птицы прилетают с юга и начинают петь обыкновенная овсянка зарянка певчий дрозд она 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 Субтитры делал DimaTorzok А так поет зяблик. Пробуждаются растения. Первым расцветает ядовитый кустарник волчья лыка. Вслед за ним хохлатка. А у этого нежного цветка несколько имен. Сон трава, ветреница раскрытая, прострел весенний. Он занесен в Красную книгу Московской области. В первые теплые солнечные дни уже просыпаются после зимней спячки. И начинаются своеобразные брачные игры. Не успели прогреться весенние лужи, а там уже свадьба у лягушек. Взрослые травяные лягушки живут на суше, но их потомство растет в воде. У грибенчатого тритона похожее поведение. Ярко окрашенные самцы отрастили к весне нарядные гребни и танцуют перед самками. Грибенчатый тритон чувствителен к качеству воды. Поэтому он стал редок и попал в Международную Красную книгу. То, что он встречается в заповеднике, говорит о хорошем экологическом состоянии леса. Когда брачный период закончен, тритон возвращается к жизни во влажной лесной подстилке. В кабаньем стаде пополнение. Для многих обитателей леса весна – это время материнской любви. Стоит только зазеленеть первой траве, у зубров появляются телята. Весна набирает силу, и весенний хор пополняется новыми певцами. Пеночка-трещотка умеет одновременно петь и ловить насекомых. В лесу расцветают медуница и ветреница лютиковая. На южной границе заповедника, в Крёхских лугах, цветут уникальные для Подмосковья растения – тюльпаны биберштейна. Недалеко от них – рябчик русский, занесенный в Красную книгу России. Со стороны небольшого лесного озера доносятся странные звуки. Начался концерт краснобрюхих жерлянок. Самцы жерлянок наполняют воздухом свое тело и используют его как резонатор. День заметно удлинен. Вечерние сумерки кажутся бесконечными. Когда последний луч солнца скрывается за горизонтом, над редколесьем тянет вальчноп. Эти ежевечерние ритуальные полеты длятся до начала лета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К середине мая весна набирает полную силу и начинается вторая волна цветения. Субтитры создавал DimaTorzok Настала приятная пора для зубров. Теплые дни и повсюду свежая молодая зелень. Субтитры создавал DimaTorzok На самом юге, в окружении сосновых боров, прячется жемчужина заповедника – долы. Обширные поляны, занятые степными растениями из южных земель. В начале лета здесь можно увидеть уникальные для Подмосковья цветения ковыля. Венера Венера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К середине Субтитры создавал DimaTorzok В разгар лета лесные поляны покрыты цветущим разнотравьем. Субтитры создавал DimaTorzok У кровососущих самок слепней конкуренции нет. В их распоряжении самые крупные лесные животные. И в жаркие летние дни слепни изрядно досаждают зубрам. К счастью, у зубров есть маленький помощник – белая трясогуска. Она сделала гнездо недалеко от Лёшки зубров, поскольку слепни отличный корм для птенцов. Для птиц лето – время семейных забот. Во влажном тенистом кустарнике поймы лесной речушки сплели свое гнездо певчие дрозды. Потомство очень прожорливое, и родители вдвоем непрерывно носят корм. Большой пестрый дятел тоже занят весь день. КОНЕЦ Молодые барсуки провели в норе жаркий летний день и теперь разминаются после сна, радуясь предстоящим ночным приключениям. КОНЕЦ Вдоволь наигравшись, они поодиночке отправляются на охоту. КОНЕЦ Это хищная личинка жука-светляка. КОНЕЦ На исходе ночи к норе вернулся с охоты барсук. КОНЕЦ Лето перевалило за середину, и на северном болоте зацветает виреск. КОНЕЦ На кочках зреет урожай клюквы. Среди ягод видны листики со странными ресничками. КОНЕЦ Это плотоядное растение россянка. КОНЕЦ Она цветет в июле. КОНЕЦ Болотистые почвы бедны питательными веществами. Здесь могут жить только самые неприхотливые растения и животные. КОНЕЦ Как, например, сизо-черный слизень. Из-за сокращения среды обитания этот моллюск попал в Красную книгу. КОНЕЦ В отличие от маховых болот севера заповедника, поймы лесных речушек очень плодородны и обильны. КОНЕЦ В отличие от маховых болот севера заповедника, поймы лесных речушек. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Пока стадо пасется неподалеку... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...